Это он дает нам способность принять какое-то божественное откровение. Мудрость или разумение, это он дает нам способность то, что мы приняли, научиться использовать в своей жизни. Я вам дам библейский пример, чтобы было понятно. Павел в свое время не верил в Ешуа, но на каком-то этапе он увидел это видение и стал верующим человеком. То есть Бог просветил его каким-то откровением, но он находился в болезни несколько дней, не зная, что с этим откровением делать. Потом пришел человек по имени Анания и объяснил ему, дал ему разумение, что же сейчас тебе делать. Был такой военачальник Неиман. Он получил от Бога сверхъестественное исцеление через слово пророка Илиши. Но потом он получил разум, каким образом не только сохранить исцеление, которым Господь его исцелил, но остаться человеком веры. Он говорит, окей, я не знаю как для всех это, но для меня, он говорит, это будет важно. Он приказал набрать земли с Израиля. Он говорит, я вот насыплю там у себя в шатре эту землю, уже буду чувствовать, что я на святой земле стою и буду поклоняться там вашему Богу. То есть, откровение и потом способность совершить это. Я уверен, что здесь большинство в той или иной мере переживали различные откровения. Но очень часто мы никогда не знали, как быть с этим откровением. Куда его воткнуть? Каким образом осуществить это откровение для жизни? И есть люди, которые, прожив много лет в вере, говорят, я чувствую, что я чего-то не того делаю. Мне Господь как бы не говорит. Да нет, брат, Он тебе уже давно сказал и показал тебе, но ты попроси у Него мудрости, чтобы воплотить это. Если мы можем двигаться таким путем, эффективность нашей жизни может быть значительно более высокая. Вы услышали меня? Тайна. Вот в стихе, в девятом, открывном тайну своей воли. Вы знаете, до времен дарования Нового Завета большинство израильтян, ожидая Машеха и Избавителя, не вполне знали, для чего он должен был прийти. Большинство израильтян, ожидая Машеха и Избавителя, ожидали... Кто-то знает, зачем ожидал Израиль Избавителя? Что? У нас освободили от Римля. От налогов. То есть, какие-то совершить в нашей жизни практические достижения. Освободить от налогов Римской империи. Сделать нас опять головою, а не хвостом. В плане, чтобы мы не были зависимы ни от кого. Вот есть державы, даже и страны сегодня, которые по горло зависимы от других. А есть такие, как Соединенные Штаты Америки, которые на всех хотели плевать. Вот типа, вот мы что хотим, то и делаем. Израиль до времена Христа, до прихода Иешуа ожидал Избавителя, потому что уже в поколениях они были по чьим-то игам. Но там же, в Туре, были крутые обетования, что вы будете головою, что вы будете давать взаймы, брать взаймы не будете, что вы будете попирать шеи врагов своих, что вы поднимите руку и тысячи человек упадут, а две руки поднимите, десять тысяч. Помните такие слова? Падут подле тебя тысяча и одесса у тебя целое море. То есть, они ожидали Машиеха, наверное, больше политического лидера. Но тайна открылась, и человек, который пришел и был, наверное, не тем, поэтому и не приняли, по всей видимости. Тайна была в том, что у этого, который по-человечески выглядел слабо, ну кто он такой? Лидер какой-то? Ну идут за ним 12 учеников, и то пытаются от него отколоться каким-то образом. Еще терял свою общину. Помните эти вещи? Шло за ним 500, потом отворилась определенная группа, и он говорит, может и вы хотите уйти? И ему сказали, нет, мы чувствуем, что ты имеешь основу вечной жизни, останемся с тобой. Но вот этот вот, казалось бы, по-человечески слабый имел способность соединить под своим руководством небесное и земное. Это что-то глобальное. Даже мы, читая уже в послесловии Новый Завет, с трудом понимаем, что такое соединить небесное и земное. Я прочитаю опять эти стихи, которые только что были прочитаны. В нем мы имеем искупление кровью его и прощения. И мы имеем от него премудрость, откровение и мудрость, чтобы это откровение поднять. Он дает нам видеть тайну, которую сокрыл в нем, чтобы когда придет полнота времени, соединить небесное и земное под его управлением, под ним, под Ешуа. Я сейчас переведу только одной фразой что-то. Мы с ним соединены. И каким-то образом не только отвечаем перед Господом, что и первое, второе, третье, четвертое мы должны сделать, чтобы состоять в его команде. Но он требует от нас, чтобы мы начали видеть картину, что от нашего следования за ним скорее будет исполняться вот это вот призвание, когда в полноте мы увидим земное и небесное соединены. Ешуа стал полноценным господином. И является ли он сегодня полноценным господином на этой земле? Кто-то может дать мне ответ? Является ли Ешуа сегодня полноценным господином на этой земле? Скажите мне. Нет. Его царство еще не воплотилось. То есть какие-то прожилки есть там и здесь. Там и здесь есть люди, которые пережили избавление, спасение и прочее. Но в мире слишком много греха, насилия и прочего. Оно войдет в полноту. Если каждый из нас будет прилагаться к этому. Мы читаем следующие стихи. С 11 по 14. Можешь прочитать? Первая глава с 11 по 14 стихи. В нем мы и сделали с наследниками. Вы предназначены к тому, что по определению совершающего все поизволение воли своей, дабы послужить похвале славе Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы услышав слово истинного благовиспования вашего спасения, и уверовав в него запечатлены обетованием Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Для искупления удела Его похвалу славу Его. Честно сказать, когда тебе читают эти стихи, воспринимается тяжело. Очень старый текст, очень сеноидальный, очень 150 лет назад написанный. И намного, наверное, попроще прочитать что-то в более современном переводе. Но мы идем сеноидальными. Я хочу просто пояснить несколько мест. Наследство. Наследники. Мы стали наследниками. Ты стал наследниками. Вот, допустим, ты стал наследником. Что для тебя это значит? Девушка, вы стали наследницей. Что это значит? Получить наследство, да. У кого-то умерли родители. И человек даже не знал, что у его папы есть счет в банке. И он получил бухту денег. Он даже не ожидал этого. А кто-то очень сильно ожидал этого. Власть, которую имел отец. Вдруг ты получаешь то, над чем лично ты никогда не работал. Никогда над этим не трудился. Это вот в нашем естественном ракурсе. Но в сверхъестественном ракурсе мы, он говорит, ефесяне, дорогие братья и язычники. Израилю Бог обещал кое-чего. Но вы в этом вообще не принимали никакого участия. Бог, творец миров, обещал чего-то Израилю. Бог клялся основателю Израиля. Кто был основателем Израиля? Авраам. Единственная личность на всей вселенной. Которому Господь клялся. В Новом Завете написано. И как? Для того, чтобы подтвердить силу того, что он сделал. Написано не просто пообещал Аврааму. Клялся Аврааму. Послушайте. Я хочу спросить вопрос. Я знаю, что здесь есть люди разных характеров. Более динамичные, харизматичные. Более консервативные. Слово. Бог разговаривает с человеком. Кто-то из вас когда-то переживал? Вот кто-то может так потихонечку поднять руку, чтобы я увидел. Ты знаешь, что Бог тебе когда-то проговорил? Ну, треть. Другие, более консервативные, наверное, побоялись поднять руку. Хотя в своей жизни тоже чувствовали какое-то особенное прикосновение. Знаете, люди, кому проговаривал Бог, они знают это. Ты не можешь это спутать с другим голосом или с другим обращением, потому что оно тебя сразу выстраивает. Но когда мы думаем про Авраама, не разговаривал с ним, клялся ему. Только представьте себе концепцию. Творец миров, непознаваемый, вечный Бог, клялся творению человеку. И когда он поклялся ему, он сказал, мною клянусь, как ты не пожалел для меня заколоть сына. Я дам тебе удел, и этот удел будет наследовать. Наследие. Наследовать. Когда здесь Павел пишет язычникам, он говорит, через Ешуа вы как будто стали рядом с детьми Авраама. Икрой в вас, гены, которые текут по вам, они слышали то, что когда-то Бог говорил Аврааму. Вы будете тоже наследниками. Вот подразумеваются слова, которые здесь записаны. Наследство. Здесь есть такое выражение, запечатлены святым духом. Печать святого духа. Я вчера использовал пример, как в боевых войсках современных метят своих, допустим, красной краской. И когда эти солдаты бегут, у них есть оборудование, когда они видят, о, за тем кустом сидит свой. А там на нем нет этой метки. Это чужой. В ту сторону я могу стрелять. Бог запечатлел нас. Есть другое место Писания, которое говорит, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы постоянно поддерживать тех, которые уповают на Него. Это тоже самое запечатленное. Если ты запечатлен, если ты попал в это избрание, если ты откликнулся на Божьи слова, я готов, то, знаете, Он смотрит за тобою. И хоть иной раз ты чувствуешь, что идешь по зыбкой земле, это не значит, что Он не смотрит за тобою. Просто тебе нужно постоянно учиться двум вещам. Принимать пина в хохма, откровение и способность использовать то, что ты получил от Него. Поэтому в одном из посланий Иакова написано, у кого не хватает мудрости, когда вы проходите какие-то обстоятельства, просите у Него, и дастся вам. Слышали такие слова? Помните такие слова? Итак, залог. Залог Святого Духа. Что такое залог? Кто-то когда-нибудь пробовал оставлять где-нибудь залог? Что такое залог? Скажите мне. Это когда ты поставляешь, ну если материально, в смысле, какую-то сумму для полосы подпосветивания. Ты пришел в магазин, тебе понравилась какая-то вещь, но у тебя нету с собой много денег. И ты говоришь, вот тебе 150 шекелей, а завтра еще 700 я принесу, но эту штуку отложи для меня в сторону. Если хозяин магазина нормальный человек, то он твою вещь для тебя отложит в сторону, потому что ты дал за нее залог. Залог Святого Духа, данный нам, это то, что Бог пометил нас и сказал, вы можете не волноваться. Ничто вас не оторвет от меня. Я вас уже выкупил. Я заплатил за вас залог. Немножко позднее доплачу все остальное. Вы уже мои. И ничто не может вас вырвать из моей руки. Тот же самый Павел в послании к римлянам эту же фразу сказал немножко по-другому. Он сказал, что вы куплены дорогою ценою. И ничто, ни высота, ни глубина, ни силы, ни власти, ни смерть, ни жизнь, ничто не может вас отлучить от любви Бога, которую Он имеет к вам в Ешуа. Залог. Я еще раз прочитаю эти 3-4 стиха с 11 по 14, чтобы в нас оно осело получше. В нем мы соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению своей воли, дабы мы могли прославить Его вместе с теми, кто ранее уповал на Него. И в нем вы, 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 в нем вы имеете Святой Дух, который есть залог, что вы не забыты у Бога, что Бог придет и из любой ситуации избавит вас. Следующие стихи – это молитва, которой молится апостол Павел. Мы ее разберем после короткого перерыва. 5-7 минут, чай попейте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»